Сон является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Одним из важнейших аспектов сна является его влияние на мозговую деятельность. Во время сна происходит активная работа по обрабатыванию полученной за день информации и укреплению памяти. Кроме того, здоровый сон способствует восстановлению нашего физического состояния. Во время сна происходит регенерация и ремонт тканей, которые испытали повреждения в течение дня. Исследования показывают, что недостаток сна может повлиять на наше здоровье и увеличить риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и даже рак. Качество сна зависит от позы, в которой человек засыпает во время сна. Положение тела может меняться, но большую часть времени мы проводим в той же позе, в которой заснули. Люди привыкают засыпать на боку, на спине или на животе. Изменить привычку трудно, но, возможно, важно понимать, что неприродное положение тела во время сна может вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Сон на спине Спать на спине – обычное положение для многих людей. Но что произойдет, если вы решите провести всю ночь спящим именно на спине? Давайте рассмотрим некоторые положительные и негативные стороны этой спящей позиции, а также кому рекомендуется и кому следует избегать спать на спине. Позитивные качества спящей позиции на спине связаны прежде всего с поддержанием правильной осанки. Когда вы спите на спине, ваш позвоночник и шея находятся в прямой линии, и это помогает избежать ненужных напряжений и напросного давления на суставы. Кроме того, это положение спящего позволяет вашей шее и позвоночнику полностью расслабиться, что способствует улучшению общего состояния позвоночника. Однако спать на спине также имеет некоторые негативные стороны. Во-первых, это положение может быть особенно неприятным для людей, страдающих от опноя сна или храпа. Положение, усиливающее ощущение сдавливания воздуховодов, может вызывать паузы в дыхании и приводить к пробуждению или неполноценному отдыху. Кроме того, спать на спине может спровоцировать или усилить рефлюкс кислоты, что может изжогу и дискомфорт во время сна. Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что спать на спине не всем рекомендуется людям, страдающим от проблем с дыханием, рефлюксом кислоты или сердечной недостаточностью не рекомендуется спать на спине. Это положение также не рекомендуется для беременных женщин, так как оно может негативно влиять на приток крови к плоду и матке. С другой стороны, спать на спине может быть полезным для тех, кто испытывает боли в спине или шее, особенно рекомендуется использовать мягкую подушку или специальную ортопедию сон на животе. Спать на животе – одна из наиболее распространенных поз из всех возможных. Впечатление такое, будто такая поза наиболее удобна для многих людей, поскольку дает возможность сладко отдохнуть во время сна. Однако мало кто задумывается о последствиях такого положения для здоровья. Некоторые положительные аспекты спания на животе включают улучшение дыхания и снижение храпа. В этой позиции горло и грудная клетка оказываются в свободной позиции, что облегчает дыхание. В дополнение к этому постельное белье не будет мешать вам, так как оно будет свободно располагаться под вашим телом. Но есть и несколько негативных аспектов. От такого сна. Во-первых, спать на животе. Может неприятно давить на шею и спину. Такая поза приводит к возникновению избыточных нагрузок на определенные части тела, что в конечном итоге может вызвать боли. Кроме того, она может ухудшить качество сна и привести к появлению дискомфорта после пробуждения. Неудобная положительная поза. Некоторым людям, особенно тем, у кого есть проблемы со спиной или шеей, спать на животе категорически не рекомендуется. В таких случаях желательно выбирать больше спокойные и поддерживающие положения, которые помогут снять нагрузку определенных частей тела. Сон на правом боку. Спать на правом боку может иметь как положительные, так и негативные последствия для здоровья. Спать на правом боку рекомендуется людям, страдающим желудочно-кишечного тракта. Положительные качества. Это сон на левом боку. Спать на левом боку – это привычка, которую имеют многие люди по всему миру. Но далеко не все знают, кто аки положительным качеством может принести это положение тела во время сна. Что происходит, когда мы спим на левом боку, и почему это может быть полезным для нашего организма? Первым и, пожалуй, самым важным преимуществом сна на левом боку является улучшение работы нашего сердца. Когда мы ложимся на левую сторону, мы позволяем сердцу находиться в положении, при котором оно попадает ниже желудка. Спать на левом боку также может помочь улучшить работу нашей пищеварительной системы. В этом положении тело пищеварительные органы оказываются в более оптимальном положении, что способствует лучшему перевариванию пищи и улучшению обмена веществ. Кроме того, спящий на левом боку может предотвратить изжогу и рефлюкс желудочного содержимого, так как пища будет двигаться от стомаха к толстому кишечнику более естественным образом. Еще одним положительным качеством сна на левом боку является его благотворное воздействие на спину и позвоночник. Когда мы спим на левом боку, наша позвоночная колонка оказывается в прямом положении, что способствует уменьшению нагрузки на спина и может снизить риск развития спинных болей или проблем с позвоночником. Также спать на левом боку может помочь улучшить дыхательную систему и снизить риск храпа. Так как язык и мягкое небо имеют тенденцию падать назад при способе на спине, то иногда возникают препятствия для нормального дыхания во время сна, в то время как спящий на левом боку может облегчить дыхание, сохраняя дыхательные пути, свободные и предотвращая сужение. Положительное влияние сна на организм Здоровый сон является одним из ключевых факторов для поддержания нашего организма в оптимальном состоянии. Каждую ночь, когда мы спим, наш организм проходит через ряд важных физиологических процессов, которые играют решающую роль в поддержании нашего здоровья и благополучия. Исследования показывают, что недостаток сна негативно сказывается на уровне фокусировки и концентрации в течение следующего дня. Например, согласно исследованию, проведенному медицинским центром Университета Мирленда. Одна ночь без сна – эквивалентно употреблению десяти стандартных доз алкоголя. Это свидетельствует о том, что сон является неотъемлемым и важным фактором для поддержания высокой работоспособности и качества мыслительных процессов. Один из самых изученных аспектов сна – его связь эмоциональным состоянием человека. Недостаток сна может приводить к нарушению эмоционального баланса, повышению вероятности развития депрессии и тревожных расстройств. Исследование, проведенное учеными Чикагского университета, показало, что люди, страдающие от бессонницы, имеют более высокий уровень тревоги и депрессии по сравнению со спящими людьми. Кроме того, хроническая недостаточность сна может привести к снижению социальной активности и качества жизни. Кроме того, сон способствует укреплению иммунной системы. Во время сна происходит активная работа организма по борьбе с инфекциями, обновлению клеток и восстановлению поврежденных тканей. Недостаток сна может привести к снижению активности иммунной системы и повышению вероятности заболеваний. По данным исследования, проведенного университетом Калифорнии, недостаточное количество сна может увеличить вероятность простуды вдвое, поэтому, чтобы поддерживать свой иммунитет на высоком уровне, важно обеспечивать себе достаточный сон, чтобы наслаждаться всеми преимуществами сна. Необходимо создавать условия для качественного отдыха и уделять внимание своим собственным санитарно-гигиеническим привычкам. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Полезные Советы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok